Валерий Довгяла родился за 10 дней до начала Великой Отечественной войны. Весной 1942-го последним эшелоном по Ладоге на руках у мамы покинул город на Неве. Ехали цепочкой из пяти машин, рассказывает Валерий. До места назначения доехали только две. Остальные затопили бомбардировщики. Несмотря на то, что я был маленький, вот когда я вернулся из эвакуации в 1944 году, я вот, тем не менее, вот, хотя, как говорят, вплотную не сталкивался с этим, но я увидел пленных немцев. Вот они в городе восстанавливали, вот. Ну, я маленький был, собственно говоря. Мы не разрешали сначала общаться с ними, охрана, а потом потихонечку, так сказать, контакт. И вы знаете, я вот в их глазах, было все время, ну, какая-то, понимаете, вот грусть и как-то раскаяние. 27 января 1944, после 872 дней фашистской блокады, город на Неве был полностью освобожден. В 90-х указом президента в этот день утвердили праздник День воинской славы России. Валерий Иванович сегодня возглавляет Самарскую общественную организацию жителей блокадного Ленинграда. Вместе с ветеранами пришел почтить память павших и возложить цветы к вечному огню. Вслед за ветеранами почтить память пришли и молодые ребята, курсанты. Алексей Баранов учится на втором курсе в юридическом вузе. О доблестной службе в органах мечтает со школьной скамьи. Для Алексея это семейное дело. Сегодня он тоже возлагает цветы к мемориалу. Храбрые люди, сильные духом. Может, не каждый смог бы выжить. Даже есть дневники блокадных. И ты читаешь эти дневники блокадных, Ленинграда прямо слезы пробираются. В Самаре проживают 136 жителей блокадного Ленинграда. В 90-й школе работает музей, посвященный событиям тех дней. Экскурсии для детей проходят ежедневно. 27 января ежегодно ветераны получают поздравления. До пандемии к ним приходили в гости. В этом году пришлось ограничиться звонками. Каждый житель не остается без внимания. Обязательно в этот день, в настоящее время, учитывая эту обстановку, совершается звонок. Чтобы человек понимал, что о нем помнят, заботятся и поддерживают. Сегодня очень важно сохранять память о Великой Отечественной войне. И передавать из поколения в поколение пример мужества, выдержки. И, знаете, вот того взаимопонимания и той взаимопомощи, которую пережили жители блокадного Ленинграда. В четверг во дворце ветеранов состоится телемост с правительством Санкт-Петербурга. На связи будут блокадники со всей страны. Мария Леевна, Дмитрий Мешканцов. События.